И в нашей студии первый утренний гость Лена Ивановна Тябина, старший научный сотрудник Литературного музея Гавдулы Тукая. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, во-первых, вас с праздником поздравляем и всех наших соотечественников. Спасибо, взаимно. Я тоже с большим удовольствием поздравляю всех любителей творчества Тукая, всех тех, у кого в душе живет Тукай, с днем рождения нашего Тукая. Наверное, Тукай живет в сердцах всех татарстанцев, потому что еще в садике дети учат Тугантыль, родной язык. И нет такого казанца, татарстанца, даже гости столицы знают про Шураля. Поэтому всех нас с праздником. Ну, вот мы сейчас тоже побольше узнаем, собственно, о личности Тукая, да? Потому что в музее, музей не может пройти такое событие стороной. Что интересного сегодня происходит в музее Тукая? Естественно, у нас весь апрель, он тукаевский. 15-го мы день памяти Тукая отмечаем, день его смерти. Ну, а сегодня самый радостный праздник. Что будет в музее? Так как мы пока закрыты на ремонт, на реконструкцию, на создание новой экспозиции, в Национальном музее Республики Татарстан к нам придут учащиеся 30-й школы Новосовинского района. Принесут они нам свой подарок. Подарок, конечно, звучащий, поющий, танцующий, сказки Тукая. А еще огромный подарок они нам несут. Это книги Тукая. Потому что в новой экспозиции музея будет создан Тукай-центр. Музей будет совершенно новый. Это не только экспонаты, это еще книги Тукая. Литературный музей – это музей читающий. Потому что вся... Как библиотека будет. Как библиотека. Да, в каждом зале, на столах, где-то в экспозиции будут представлены книги. А где вот собрать столько книг? Да, и, кстати, вот расскажите, пожалуйста, как собираются книги? Механизм – это пожертвования, это вот подарки или вы сами ищите? Это подарки, это пожертвования. Мы сами ищем. 30-й школа, они нам подарили очень интересные книги Тукая. Это и каталог мемориальных вещей Габдула Тукая в Национальном музее, в нашем музее. Это и детские книги. 13-я школа сегодня принесут учащиеся и учителя книги из своих личных библиотек. Дарят нам свои книги очень знаменитые личности. Допустим, у нас есть очень знаменитый артист Ахмедзианов, Илья Савы Ахмедзианов. Он подарил из своей библиотеки Томик Тукая. Человек, который создал образ Тукая, это классический образ Тукая. Как он создавал? Вот эта книга помогла. Я призываю, я думаю, наши катарстанцы, наши казанцы эту акцию не обойдут стороной. Принесут книги из своих личных библиотек. Новые книги купленные они принесут. И таким образом можно будет прочитать любые для вас нужные произведения, для вас интересные произведения в нашей уже библиотеке, библиотеке-музее. Книги могут быть любого года издания. Они могут быть на любых языках. Тукая переведена на 32 языка. Это языки мира, это языки стран СНГ, это народы РФ Российской Федерации. Приедет какой-нибудь у нас француз и сможет прочитать. Да, вот именно, что иностранным гостям даже будет интересно зайти и увидеть на своем языке книгу. И очень интересная книга нам из Италии, из города Фарли пришла. Это книга, где собраны сказки народов мира и переложения, правда, переложения прозой, сказки Шурали на итальянский язык перевел москвич Гомер Баудинок. И он по нашей просьбе Туантель уже перевел на татарский язык. Вот таким образом идут у нас и исследования, у нас идут и какие-то акции, у нас идет сбор экспонатов. Ну, а пока мы не открыто, звонков очень много. Мы приглашаем гостей, мы приглашаем казанцев, семьи на наши пешеходные экскурсии. Потому что пешеходные экскурсии Старо-Татарской Слобода, прошлые и сегодняшний день показывают не только Старо-Татарскую Слободу, но и тукаевские места нашего города. А еще на целый день вы можете отправиться на автобусную экскурсию по тукаевским местам за Казанией. Это и Кушлауч, и Корлай, а еще Атнинский район. Про этот район очень мало знают, но маленький тукай, если кто читал внимательно, что я помню о себе, бывал в Атнин и бывал не раз. Поэтому у нас очень много сюрпризов, у нас очень много нового и в нашей деятельности, и в нашем музее. Ну, заинтриговали огромный выбор интересной информации, Елена Ивановна. Мы желаем удачи в работе и желаем не только вам, а всем зрителям интересоваться нашей историей, не только сегодня, в день рождения, тукай, но и каждый день. Спасибо вам.